Привет всем! На фейсбуке нам задали очень хороший вопрос. Мирная ли религия буддизм? Я считаю, что эта тема вполне достойна ролика. Думаю, что подавляющее большинство нашей аудитории слышали тезис о том, что буддизм очень мирная религия, практически всегда и везде против насилия и так далее. Давайте разберемся, на чем строится этот тезис. На мой взгляд, он базируется на трех китах. И давайте разберем каждый из них по отдельности. Первый – это принцип Ахимса. Не причинение зла живым существам. Понятное дело, что похожие принципы есть практически во всех религиях. Я сейчас навскидку даже не вспомню ни одной религии, в которой бы его не было, в которой бы говорили, да, пожалуйста, убивайте кого хотите. По-моему, такой религии даже и нет. Но чем интересен именно принцип Ахимса, чем он такой уникальный? Тем, что речь идет не только о людях, но вообще обо всех живых существах. То есть убивать комара – это тоже плохо. Ну, тем более плохо убивать собачку, кошечку, коровку и так далее. И, соответственно, если буддизм аж распространяет этот принцип неубийства с людей на вообще всех окружающих, то, конечно, очень мирная религия. Второй – возможность мирного сосуществования с другими религиями. Я думаю, по крайней мере, те, кто интересовались Японией, знают о том, что синта и буддизм находятся в симбиозе. И, в общем-то, в других странах, куда приходил буддизм, достаточно мирно проходило вот это соединение уже с местными верованиями. Почему так происходит? Ну, начнем с того, что в буддизме, конечно же, в любых сутрах говорено то, что буддизм – это самое главное, самая лучшая религия, самое лучшее учение. Опять же, я не могу себе представить, как бы это было, как бы это работало, если бы оно не было говорено. Но есть лазеечка. Лазеечка заключается в том, что учения сложные. И проповедовать его нужно согласно уровню и потребностям твоей аудитории. Соответственно, если твоя аудитория не готова принять новую религию, то вместо того, чтобы настаивать, можно замаскироваться под ту религию, которая у них уже существует, которая для них приемлема, и оттуда из этой религии, замаскировавшись, проповедовать принципы буддизма. Еще один момент – то, что все божества, а также там драконы, демоны и так далее, людоеды, кто угодно, которые существуют в любых землях, и даже те, кому поклоняются, кого считают божествами, они имеют потенциал принять буддизм. Так считается. И если они примут буддизм, то все, они наши. Тоже проповедуют буддизм. Именно эти моменты позволяют буддизм очень легко ассимулировать все местные религии. И, наконец, третий момент. На условном Западе буддизм получил очень хороший пиар. Распространение буддизма в том виде, в котором мы его сейчас знаем, в таком массовом, можно сказать, происходило где-то в 60-е и 70-е на волне популярности движения хиппи, вообще всякого New Age и так далее. Опять же, антивоенного движения в Америке, ну и в Европе тоже. И буддизм шел в обойме со всем этим. И поэтому принцип make peace not war как бы распространялся и на буддизм тоже. Те, кто проповедовал буддизм, это уловили и тоже всячески позиционировали буддизм именно как мирную религию, религию, в которой больше понимания, больше любви ко всем окружающим, чем в этом, что вы там обычно до этого проповедовали. Что, что вам до этого мешало жить. И в итоге вот этот имидж буддизма, он очень сильно закрепился. Я думаю, если вы просто представите, первое, что придет вам в голову, если вы подумаете о буддизме, то это будет добрый Далай-лама, который проповедует миру любовь, который призывает всех друг друга любить, сам находится в изгнании. Буддистские монахи, которые протестуют против военных действий, сжигают сами себя, заметьте, себя сжигают, никого-нибудь другого. Мало кто может представить себе того же буддистского монаха с пистолетом в кого-нибудь стреляющего. Ну, как бы да, складывается вполне такой образ мирной религии, очень миролюбивой. Но так ли это? Ну, начнем с Ахимса. Да, конечно, в буддизме оговаривается, что вообще никого убивать не стоит. Но в то же самое время все примерно представляют себе, что крайне трудно жить вообще, не отнимая ни у кого жизни. Особенно, если ты не монах, а простой мирянин. Чем бы ты ни занимался, ты как-то к этому всему причастен. Если ты даже вегетарианец, ты что-то выращиваешь, соответственно, там, всяких насекомых, вредителей убиваешь, птичкам не даешь, есть твои посевы, птички умирают от голода. Ну, в общем, как-нибудь ты кому-нибудь вредишь. Ты не можешь не вредить. И поэтому принцип Ахимса это ни в коем случае никогда никого не убивать, никакого не муравья, а скорее стараться, чтобы этого было поменьше. То есть не убивать без причины, не, как бы сказать, проявлять милосердие. То есть тогда, когда ты, может быть, и стоит убить, но есть какой-то другой принцип, то постараться сначала применить этот другой принцип. Ну, в общем, делать все, что возможно в твоей ситуации. В буддизме вполне всегда понималось, что правитель не может, например, не казнить преступников. Отказ от смертной казни пришло значительно позднее. что воин на войне не может вообще не убивать никого. Это тоже довольно странно. Предполагалось, что они должны стараться, по крайней мере, делать этого как можно меньше. Когда речь касается монахов, здесь все жестче. Жизнь монаха, она построена в том числе так, чтобы ему не нужно было убивать. Ну, например, монах живет с пожертвованием, он получает пищу, которую для него не готовили. Соответственно, даже если в ходе приготовления этой пищи кто-нибудь умер, кому-нибудь был причинен вред, то монаха это совсем не касается. Он к этому не имеет никакого отношения. Опять же, в подавляющем большинстве стран в основном предполагается, что монахам нужно подавать пищу вегетарианскую, то есть наиболее не связанную с убийством. Но в то же самое. Всегда рано или поздно вставала моральная дилемма. Если монах наблюдает, как кто-нибудь, какое-нибудь существо или существа несут смерть и разрушение, угрожают вот лично ему монахи, монаху там угрожают тхарме, учению, угрожают сангхе, монашеское общение, а сангху вообще-то надо защищать, надо защищать буддизм, это оговаривается, то что в таком случае делать? Да, ты можешь сказать, я лично убивать, я убивать не буду, я против, но если ты не убьешь вот это существо или существа, не устранишь его физически, то оно будет продолжать творить всякий кошмар и, в общем-то, себе карму ухудшать, оно будет нести смерть, и вот эти вот смерти, они же на твоей совести будут. Что делать? Ну и обычно приходили к ответу, что в таком случае, может, и можно, можно взять оружие в руках и защищать свою сангу. Интересно, что китайская классика, классическое произведение «Путешествие на Запад» во многом тоже построено вот на этой полемике. Два главных героя, они полные противоположности. Суни Кум, король обезьян, который после не очень хороших поступков с его стороны должен был искупать их, будучи буддистским послушником, монахом, не считает ничем зазорным кого-нибудь просто убить, даже если он ему просто не нравится. А его учитель, такой очень правильный, добросердечный монах, Сюан Цань, он считает, что наоборот, убивать никого нельзя, даже если тебе угрожают. И в конце-то концов эти двое работают как бы противовесами, и укун из-за влияния своего учителя уже не убивают всех подряд. А учитель, соответственно, в конце концов понимает, что иногда все-таки, увы, без этого не обойтись. Автор произведения однозначно верующий буддист, и по всей видимости он откликался на существующие в обществе дискуссии, существующие в буддистской среде дискуссии насчет того, оправданы ли в каких-то случаях применения насилия, и делал вывод, что да, иногда вполне оправданно. Дальше. Еще один интересный момент. В буддизме существует пять самых главных грехов. Это убийство отца, убийство матери, убийство архата, причинение вреда Будде, ну, по крайней мере, попытка причинить вреда Будде, потому что еще посмотрим, как вам удаться Будде причинить вред. И внесение раскола в сангху, или иногда это еще так более широко понимает, как подчинение вреда сангхе. Люди, которые это совершили, совершили вот эти страшные проступки, они получат воздаяние очень-очень быстро и очень-очень сурово. Ну, конечно, предполагается, что они получат кармическое воздаяние. И очень-очень быстро, по всей видимости, все-таки в следующем перерождении. Но это можно при желании трактовать так, что если они уже это совершили, то они люди конченые, и мы, соответственно, можем с ними тоже не церемониться. Все равно они уже себе все, что можно, попортили. И вот последние два пункта, как вы понимаете, их можно трактовать ну, очень-очень широко. То есть, что такое причинение вреда Будды? Полицать Будду, там, допустим, разбить статуи, это же тоже причинение вреда. Если кто-нибудь говорит, что нужно разрушать идолов, что нам с ними делать? Ну, можно и, конечно, наказать. Если люди, опять же, если у нас есть какой-нибудь раскольник, и он тут воду мутит, что нам с ним делать? Ну, тоже. Как бы, почему мне наказать? И именно эти, ну, скажем, именно такое, такие размышления толкали людей на конкретные насильственные действия в отношении других групп людей. Например, в Японии именно исходя из вот этих принципов, монашеская община поддерживала гонение на христиан, поддерживала гонения на некоторые школы буддизма, которые никому не нравились, потому что, ну, понятное дело, мы им не нравимся, они против буддизма, против нашего правильного буддизма, они угрожают нашей сангхе, вносят в нее раскол, надо от них избавиться. И именно этим руководствуются монахи, например, сейчас в Мьянме, которые активно участвуют в геноциде Рахиния. Именно такие у них, ну, именно так они объясняют свои действия. Ну, и я уже не говорю о том, что буддизм, никаким буддистским общинам никогда ничто не мешало поддерживать войны. Люди вполне подвержены ура-патриотическим настроениям и с властями не хотят особо ссориться. Поэтому, например, во время Второй мировой войны в Японии ну, скажем, известные монахи или какие-то общества, которые протестовали против войны, которые высказывали антивоенные какие-то мысли, настроения, с ними разбирались очень часто еще даже до того, как до них успевало добраться государство. Это довольно известная история. Что мы можем по этому поводу сказать? В плане насилия буддизм особо ничем не отличается от всех других религий. Начнем с того, что такое буддизм. Это сообщество людей и люди, как ни странно, могут придерживаться весьма ксенофобских взглядов, люди могут испугаться и впасть в какую-нибудь истерию, люди могут считать, что нет ничего плохого в насилии, даже если реально, да, обычно насилие лучше не применять, но конкретно к этим можно. Все это в буддизме тоже присутствует. Есть ли потенциал у буддизма быть какой-то религией особенно повышенного миролюбия? На мой взгляд, есть. Это лично мое мнение, уже никому как бы не навязываю, но я думаю, что само по себе имидж миролюбивой религии заставляет как-то стараться ему соответствовать и думать немножко о том, что ты говоришь, куда ты толкаешь народ. Но я считаю, что это касается не только буддизма. У меня даже есть мысль, что если вы хотите, чтобы религии были миролюбивые, то надо как можно сильнее толкать верующих к миролюбию, всячески показывать им, что ну вы же миролюбивые, ну вот же у вас в священных писаниях написано. И может в какой-то момент людям станет стыдно, и они будут больше стремиться к миролюбию. А вообще я очень насчет миролюбия именно в буддизме и насилия в буддизме очень советую почитать исследователя Майкла Джеррисона. Ну, если читаете на английском, очень хороший исследователь и очень хорошо об этом пишет. И, понятное дело, разбирается в этом значительно лучше, чем я. Ладно, сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok